Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики нашего канала. В 50-х годах основным бронетранспортером мотострелковых подразделений Советской Армии был БТР-152, созданный на шасси трехкостного полноприводного грузового автомобиля ЗИС-151. Хотя он отличался хорошей надежностью, подвижностью и высокой для своей капоновочной схемы проходимостью, военных последнее все еще не удовлетворяло, так как БТР-152 не мог преодолевать широкие траншеи и действовать на поле боя совместно с танками. В качестве наиболее эффективной меры для повышения проходимости колесных машин конструкторами рассматривалось равномерное расположение мостов. Кроме того, предполагалось оснастить перспективный БТР оборудованием для преодоления водных препятствий и передвижения на плаву. Над одним из вариантов будущей перспективной машины с колесной формулой 6х6 работало конструкторское бюро ЗИУ под руководством Орлова на основании постановления Совета министров СССР от 16 июля 1959 года. Согласно техническому заданию, боевая масса бронетранспортера не должна была превышать 10 тонн. В броневом корпусе, имевшем противопульную защиту, необходимо было разместить 16 человек десанта. Для обеспечения преодоления водных преград со скоростью 9-10 км в час БТР должен был быть оборудован или водометным движителем, или грибным винтом. Опытный образец в полном соответствии с заданным характеристикам был изготовлен на заводе в конце 1959 года, а в конце 1960 года он успешно прошел полигонные испытания. Планировалось изготовить установочную партию из 10 машин, для которых в Иксунскому заводу у тропильно-размольного оборудования были заказаны бронекорпуса. Схема общей компоновки бронетранспортера ЗИЛ-153 предусматривала кормовое расположение отделений силовой установки и переднее расположение отделений управления. В состав экипажа входили два человека. В десантном отделении размещали 16 человек. Сварной, полностью бронированный корпус, имел противопульную защиту. Он изготавливался из броневых листов, максимальная толщина которых составляла 13 мм. Основу силовой установки составлял V-образный 8-цилиндровый карбюраторный двигатель ЗИЛ-375 мощностью 132 кВт, 180 л.с. Для повышения удельной мощности бронетранспортера велись работы по проектированию двигателя Урал-ЗИЛ-376 мощностью 165 кВт, 225 л.с. Запас хода по шоссе достигал 600 км. В гидромеханической трансмиссии были применены гидротрансформатор и пятиступенчатая коробка передач. Трансмиссия была выполнена по N-образной схеме с блокируемым межбортовым дифференциалом. В ходовой части бронетранспортера ЗИЛ-153 были применены независимая торсионная подвеска и широкопрофильная шина большого диаметра. Дорожный просвет бронетранспортера составлял 600 мм. Движение на плаву осуществлялось с помощью двух водометов. Запас плавучести составлял 25%. Крайние пары колес были управляемыми, что обеспечивало меньший радиус поворота по сравнению с машинами, имеющими управляемыми две передние пары колес. В носовой части корпуса БТР ЗИЛ-153 была установлена лебедка для самовытаскивания. Машина преодолевала подъемы крутизной до 30 градусов и рвы шириной до 1,8 метра. Электрооборудование машины было выполнено по однопроводной схеме. Номинальное напряжение бортовой сети составляло 12 вольт. Для обеспечения внешней связи бронетранспортер был оснащен радиостанцией Р-113. Однако в связи с принятием на вооружение советской армии бронетранспортера БТР-60П дальнейшие работы по БТР ЗИЛ-153 были прекращены. Базовое шасси бронетранспортера ЗИЛ-153 предполагалось использовать для создания колесной БМП объекта 851. Характеристики бронетранспортера ЗИЛ-153 Боевая масса 10 тонн Экипаж 2 человека Десант 16 человек Вооружение Пулемет 7,62 мм Броневая защита Противопольная Мощность двигателя 132 кВт, 180 л.с. Максимальная скорость 90 км в час На плаву 10 км в час Колесная формула 6х6 Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки, если видео вам понравилось И обязательно подписывайтесь на наш канал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok